В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Никто не забыт, у Вечного Огня прошел митинг памяти погибших в Афганистане. Православная и авторская песни в нашем городе завершились в Серафимовские дни. 5-6 в пользу Спартака, хоккейный клуб Саров Инвест провел домашнюю игру в рамках чемпионата области. Далее расскажем обо всем подробно. Сразу к трем случаям мошенничества оказался причастен водитель такси. После того, как в квартирах пенсионеров раздавался звонок от якобы внука, попавшего в ДТП, мужчина приезжал к жертвам, забирал у них деньги и отвозил злоумышленникам за символическую плату. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Чем еще запомнилась неделя по сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. 8 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 2 с пострадавшими, одно из которых произошло на аварийно-опасном перекрестке. На пересечении улиц Зерновой и Арзамаской столкнулись две иномарки. Водитель одного из автомобилей ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель от машины «Худай Солярис» получил телесное повреждение в виде ушиба грудной клетки, а водитель «Рено Сандера» получил телесное повреждение в виде также ушиба грудной клетки и ушиба мягких тканей. Однако прибывшие на место аварии медики констатировали, что водителям госпитализация не требуется. В ближайшее время автомобилистам и сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах аварии, при том, что один водитель двигался на желтый, а другой на красный свет. Если водитель при включении желтого сигнал светофора не может остановиться неприбегным к экстренному торможению, ему разрешается продолжить дальнейшее движение. А вот тот, который ехал по Зерновой, там чистый красный свет. Камеры городского видеонаблюдения зафиксировали нарушение правил со стороны водителя маршрутки на перекрестке Зерново-Московской. Он пересек сплошную, выехал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора. По результатам инцидента составлено два акта об административном правонарушении. Это будет неповадно ему и всем остальным, потому как мы провели работу не только с ним, но и с собственником данной маршрутки. Вот собственник данной маршрутки, руководитель этого автотранспортного предприятия, провел профилактическую беседу со всеми еще раз водителями. На этой неделе стражи дорог проведут профилактическую операцию «Дебитор», в ходе которой проверят уклонистов от уплаты административных штрафов. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Война длиной в 10 лет. Миллионы сломанных судеб, более 15 тысяч потерянных жизней и сотни человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. По всей России прошли митинги памяти погибших в Афганистане. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь этого события у Вечного огня собрались ветераны, ученики школы и воспитанники военно-патриотических клубов. Больше 15 тысяч русских солдат не вернулись с Афганской войны. Около 54 тысяч были ранены. 417 человек считаются пропавшими без вести. Ровно 30 лет назад, в 1989 году, советские солдаты покинули Афганистан. У Вечного огня прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Значимой даты, потому что история нашей страны с силами наших воспитанников. Как раз подготовили здесь дефиле, военный также митинг. На мой взгляд, дети должны это знать. Есть хорошая такая фраза. Без истории мы не можем построить будущее. Афганская война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Военную службу в Афганистане прошли более 100 соровчан. Трое из них – Сергей Худяков, Игорь Бабичев и Евгений Пичугин – не вернулись с полей сражений. Почтить память воинов-интернационалистов пришли учащиеся школ, воспитанники патриотических клубов Центра внешкольной работы, а также представители городской власти. Мы чтим память продолжателей Великой Победы, тех людей, которые выполняли интернациональный долг и с честью это сделали. Мы сегодня чтим память тех, кто погиб в той войне, наравне с теми, кто привез победу в 45-м. Мы чтим тех, кто живой, который передает вот эту память подрастающему поколению. На холодном граните у памятника войны и интернационалиста круглый год лежат цветы. Их приносят матери, вдовы, дети и неравнодушные соровчане. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С 1 марта в городской стоматологической поликлинике изменятся номера телефона. Это связано с переходом учреждения на цифровую телефонию. Теперь пациенты смогут дозвониться в регистратуру поликлиники по номеру 955-88. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Соровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в Кабенмер-50, ребят готовы принять в Черноморском санатории Архипоосиповка, который работает по общетерапевтическому профилю. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства или по телефону 905-47. Патриарх Кирилл приедет в Саров, чтобы осветить Свято-Успенский собор. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт Нижегородской епархии. По имеющейся информации, первый представитель Русской Православной Церкви посетит наш город 31 июля. Напомним, последний раз патриарх московский и всея Руси приезжал в Саров 1 августа 2016 года. В кинозал городской художественной галереи приглашает Соровчан на примеру документального фильма «Удивительный мир» Иеронима Босха, который рассказывает о великом нидерландском художнике эпохи Возрождения. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 21 февраля. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Юные журналисты побывали в городской думе. Ребята пообщались с главой города Александром Тихоновым и заместителем председателя думы Антоном Ульянова. Школьники узнали, как можно стать депутатом, сложно ли руководить городом и как народные избранники приходят к единому решению. Начинающие журналисты рассказали, что они знают о структуре власти, а также о работе думы и администрации. Экскурсию для воспитанников студии журналистики молодежного центра и объединения фристайл детской школы искусств номер 2 провела руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина. Ребята обсудили с представителями власти важные для Сарова моменты. Например, речь шла о плате за содержание лифтов для жителей первых этажей, отмене школьных завтраков. Встреча проходила в формате диалога. Дети высказали свои предложения по острым социальным вопросам. Ребят также интересовало, с чего нужно начать, чтобы стать депутатом. В первую очередь, как рассказал Александр Тихонов, нужно обладать определенным набором черт характера. Уметь убеждать людей, обладать широким кругозором и быть честным перед своими избирателями. Не давать пустых обещаний, но в то же время реально оценивать ситуацию и людям в предвыборной кампании реально говорить обещания и так далее. Потом выполнять, и, конечно, много времени нужно на это, потому что есть и тиранов много, у бабушки, им тоже внимание нужно, и в большой степени есть дети. Ребята только делают свои первые журналистские репортажи и начинают разбираться в политическом устройстве в Сарове. И подобные встречи помогают им лучше узнать, чем живет их родной город. В городской думе всегда рады встречи с журналистами. А с юными журналистами, конечно же, вдвойне, потому что это не зашоренный взгляд, потому что это свои мысли новые, свежие. Почему важно для ребят побывать в коридорах власти, если можно так сказать? Потому что нужно с измольства разбираться, как устроено наше общество. Интересно было посидеть в кресле депутата, поговорить с главой города, узнать, как проходит их собрание, также поговорить с заместителем главы города, узнать, что будет в городе нового, просто поговорить с ними, поговорить относительно школы, узнать что-то из их личной жизни. Подробный сюжет начинающих журналистов о работе городской думы, которая в этом году отмечает 25-летие, смотрите в мартовском выпуске программы «Наше время» на канале 16. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Многоголостие юных исполнителей. Концертом православной авторской песни завершились серафимовские дни в нашем городе. На сцене духовно-научного центра выступили детские коллективы «След», «Настроение» и другие музыканты из Сарова и Нижнего Новгорода. Они исполнили известные песни на стихе Акуджава, Висбора, Лореса и так далее. А также представили зрителям музыкальной композиции молодых авторов и исполнителей. Подробности далее. К песне Елены Фроловой «Апостол день» Алексей Лазарев присматривался долго. Автор писал это имени женщиной, переделать слова для мужчины-исполнителя у Алексея не получилось. Но музыкант все же решился на исполнение. Это дорога в жизнь, только держись. При выборе композиции Алексей дает предпочтение тем, которые становятся отражением его внутреннего мира. На концерте молодой бард исполнил песни известных поэтов и композиторов. Песня Елены Фроловой стала неотъемлемой частью репертуара музыканта. Мне нравится ее песня за то, что они очень открытые, искренние. Мне кажется, в бардовской песне это очень важно. Когда песня именно пытается заговорить, во-первых, с самим исполнителем, а во-вторых, со зрителем. В третий раз концерт завершил цикл мероприятий «Серафимовских дней» в нашем городе. Если в прошлом году в программе были выступления православных и светских хоров, то в этом году организаторы решили погрузить зрителя в разговор души с душой. Название «Радость моя» – обращение батюшки Серафимы ко всем людям. Этот концерт, конечно, посвящен любви. Любви в самом сокровенном, глубоком смысле. Бардовские песни исполнили воспитанники ЮКАП «След» и ансамбля «Настроение» пятой школы, а также гости из Нижнего Новгорода. Висбор, Акуджава, Лора – стихи и музыка этих авторов проверены временем и актуальны даже спустя годы. Концерт авторской песни – это прежде всего общение посредством песни. Это беседы исполнителя со слушателем. И когда из души откликается эта беседа, совершается встреча друг с другом в сердце, вот и достигнута цель. Лирические, православные, патриотические. Юные музыканты и вокалисты исполнили для любителей авторской песни и новые композиции, и, конечно, полюбившиеся произведения известных бардов. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На лыжной базе прошел 40-й лыжный мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. За два дня на старт вышли более двух тысяч человек – это жители Сарова и приглашенные гости из других городов, в том числе ветераны спорта, члены Российской академии наук. На большом спортивном празднике побывала наша съемочная группа. Игорь Ворошилов встал на лыжи в далеком 1948 году. Выступал за спортивное общество «Динамо». В 60-х годах прошлого века выполнил норму мастера спорта. Несмотря на почтенный возраст, Игорь Профирич продолжает заниматься любимым спортом и не отказывает себе в удовольствии приехать в Саров. Я приехал сюда не первый раз. 15 лет назад и каждый год мы сюда приезжаем как на великий праздник, с большим удовольствием. И в моем уже почетном возрасте все равно я нахожу силы участвовать в этих соревнованиях. И делаю это с величайшим удовольствием. Алла Черилова в Саров приехала из Заречного. Она, как и многие другие лыжники, стартующие в этот день, может похвастаться тем, что участвует в забеге не первый год. Для нее это уже 20-й лыжный мемориал в Сарове. Раньше запоминалось как-то более массово, зрелищно. Людей больше приезжало, мне кажется, из-за того, что дистанция проходила там. Больше равнины было. Но более так она для мемориала способствует. То есть не вот эта профессиональная трасса, можно сказать, для профессионалов, а больше любителей раньше приезжало. 40-й мемориал для всех его участников получился действительно особенным. Множество дистанций для всех уровней подготовки спортсменов. Поддержка коллег по работе и горячий сладкий чай на финише. В стартовом коридоре нашлось место и для желающих сдать тестирование ГТО. Очень большое количество в забеге ГТО принимает участие. Почти 450 человек по стартовому протоколу зарегистрировалось. Такого еще не было. Как отметили и организаторы, и сами участники, на мемориал большинство пришло не за медалями и наградами. Для многих это в первую очередь праздник спорта, здоровья и единения. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Хоккейный клуб «Саров Инвест» провел очередной матч в рамках высшей лиги чемпионата области. На этот раз соперником наших спортсменов стала команда «Спартак» из Городца. На протяжении всей игры соперники шли на равных. И только на последних минутах третьего периода саровчане пропустили досадный гол. По итогам 14-го тура областного первенца наша команда занимает пятую строчку турнирной таблицы. Саровские спортсмены распечатали ворота соперников уже на первых минутах игры. Но буквально через несколько секунд городецкий «Спартак» отправил наши ворота ответную шайбу. А после и еще две. Второй период ушел у саровской команды на то, чтобы прийти к равновесию. Три шайбы в воротах противника и одна в наших. На перерыв спортсмены ушли с равным счетом 4-4. Сравняли, да. Ну, что пошло не так? Там уже даже были такие минуты в игре, что там уже на равных была игра. То есть мы подустали, они подустали. В третьем периоде хоккейный клуб «Спартак» завладел шайбой и отправил наши ворота очередной гол. Но саровчанам вновь удалось сравнять счет. Исход матча решился за две минуты до финального свистка. Шайба закатилась в наши ворота. 5-6 победа в копилке хоккейного клуба «Спартак». В целом результатом, конечно, доволен. Ребята все-таки собрались и сыграли правильно, дотерпели, потому что мы, в общем-то, играли двумя пятерками. Было нелегко, но мы выиграли этот матч. Закончился регулярный чемпионат первенства Нижегородской области. По итогам 14-го тура областного первенства хоккейный клуб «Саров Инвест» занял пятую строчку турнирной таблицы. Впереди участников турнира ждет плей-офф. Командам предстоит сыграть серию игр на вылет до двух побед. Дальше мы будем биться в плей-офф. Просто так мы не отдадим ничто. Мы будем биться, конечно, доказывать, что мы «Саров», что мы «Саров Инвест», что мы в том году заняли первое место. Первую игру в рамках плей-офф хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет на выезде. По итогам турнирной таблицы наши спортсмены скрестят клюшки с городецким «Спартаком» 23 февраля. А уже 2 марта состоится ответный матч на своем льду. Если две игры не определят победителя, третья решающая встреча пройдет 3 марта в городце. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.